Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я вам расскажу, как я стала злостным контрабандистом и торговцем запрещенными видами товаров. Ну, а все очень просто. Я разместила свое объявление о продаже травяных лазорных попугайчиков на Авито. И мне объявление заблокировали. На вопрос, почему, мне ответили, что я торгую запрещенными товарами. И что эти товары попадают под конвенцию о международной торговле. То есть список ситис. Для тех, кто не знает, да, действительно существует такая конвенция о запрете торговли видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. И английское сокращение этой конвенции называется ситис. К ситис прилагается список этих запрещенных животных и растений. Ну, и дело, конечно, важное и нужное. И понятно, что нужно ограничивать торговлю, но на минуточку, дикими видами флоры и фауны. В этот перечень, к слову сказать, входят очень многие виды попугаев. Ну, вообще-то практически все. Если мы посмотрим с вами внимательно на этот список, то там мы увидим и ару, и какаду, амазона, аратингу. Ну, и честно сказать, практически все виды попугаев, кроме четырех. Развощокий неразлучник, волнистый попугайчик, карелла и ожереловый попугай. Вот они не подпадают в этот список. Но все остальные, по сути, попадают. Так что, друзья мои, как выяснилось на авито, видимо, в диком виде у нас встречаются с вами травяные лазурные попугайчики. Это, конечно, совершенно великолепно, что они у нас встречаются с вами в природе в дикое виде. Я смогла их отловить для того, чтобы злостно продать. Потому что предположить, что я ездила за ними в Австралию и там занималась охотой на этих попугаев, конечно, уже, по-моему, за гранью разумного. Ну, хотя, может быть, кто меня знает, правда? Возможно и такое. Мой аргумент о том, что все-таки эта конвенция Ситис касается диких птиц. Мои попугаи совсем не дикие. Ну, как вам доказать? Вы можете посмотреть видео «Некоторых попугаев я кольцую, развожу их дома. Нет, не охочешь за ними сетями». К сожалению, такие аргументы на сотрудников авито никак не подействовали. Вы можете ознакомиться с нашей перепиской. И это не было бы, конечно, так печально, сколько забавно. Дело в том, что мое объявление так и не разблокировали. То есть, доказать тот факт, что эти попугаи, если их разводят дома, как бы не являются запрещенными к торговле, мне никак не удалось. Так что, вам честно признаюсь, как выйти из этой ситуации, вот я не знаю. Такой аргумент, наверное, наивный с моей стороны, что одновременно на вашем же сайте продаются травяные лазурные попугайчики. Ну вот наберите, посмотрите, у вас же три объявления висит, это точно такие же попугаи, но они же у вас не заблокированы. Почему же вы меня заблокировали? Не подействовал. Ну, потому что, видимо, там непонятно, с кем ты общаешься, с человеком или ботом. Хотя я несколько раз спрашивала, даже такой момент. Я не путаю бот с человеком, я человека с ботом путаю. Потому что человек, он отвечает как бот, одними и теми же фразами. Он не хочет ни логически размышлять, ни куда-то посмотреть дополнительно, но и, в принципе, на любые аргументы не реагирует. Поэтому делюсь с вами вот такой неприятностью. В принципе, обычно я продаю своих птенцов через Авито. Ну, как все, наверное, делают, это нормальная практика, очень удобный ресурс. Ну, вот столкнувшись с такого рода проблемой, выхода из нее я не увидела. Потому что техподдержка, там, телефон не работает у них. В письменном виде вы видите, что они мне отвечают. Достучаться до них никак не удалось, если честно. Если у кого-то есть какие-то методы, которые вы можете мне подсказать, я буду, конечно, очень благодарна. Всем спасибо, желаю вам не попадать в такие ситуации. Всем пока, удачи и здоровья!